В Сочи строится необычный храм, в нем будут собраны все канонические иконы Божьей Матери. Сейчас среди святынь этой церкви уже есть мироточивые иконы и частицы мощей святителя на Златоустом. Среди приходских богатств также внушительная библиотека. И, наконец, главное достоинство прихода – необыкновенные люди, наши современники, которые посвящают свою жизнь Богу. Подробнее наши коллеги православной Кубани. Этим летом исполнилось ровно 10 лет, как отец Дмитрий Поваляю был приглашен владыкой и сидором в Сочи. Сейчас он настоятель храма во имя Иоанна Златоуста и благочинной Лазаревского благочинения курортной столицы. И уже несколько лет в его приходе ведется строительство нового храма. Раньше церковь помещалась в приспособленном подвале пятиэтажного дома, и прихожан в обычные дни приходило 2-3 человека. Насущной необходимостью для развития прихода стало строительство новой церкви. Опыт в этом деле у батюшки был. В Якутии, где он служил раньше, остались созданные им 2 храма и 6 приходов. Теперь храм, хотя еще и недостроенный, уже вознесся. И, как говорит батюшка, он и всех нас тянет ввысь. Это точно. Ведь без пожертвований благоукрасителей и прихожан не было бы ни поклонного креста, установленного на въезде в микрорайон Бытха, ни этих стен, ни красоты внутри, ни новых святынь. Ковчежец с частицей мощей святителя Иоанна Златоуста. Тоже для нашего храма это большая, конечно, святыня. Иоанн Златоуст завершил свою земную жизнь буквально в Каманах, в Абхазии, недалеко от нашего храма. Сравнительно недалеко. Здесь примерно где-то километра около 120-150. Частичка мощей Иоанна Златоуста доставлена из Италии, а икона с мощевиком Серафима Сароско подарена духовными собратьями из Нижегородской епархии. Пока все реликвии собраны в уже выстроенном пределе, во имя иконы Божией Матери – живоносный источник. Отец Дмитрий расположил здесь не только крестильный храм. В пределе хотят собрать все канонические иконы Божией Матери, а их – более 500. Где-то размером, чтобы это были не мелкие, а вот будем помещать, где-то вписывать, симпатично будем вписывать иконы Божией Матери. По столбам до уровня, значит, на этой, на этой стеночке, там. То есть это все будем заполнять иконами Божией Матери. А собранные в храме иконы Божией Матери уже проявляют свою чудесную сущность. Полностью обновилась пострадавшая от пожара в родительском доме отца Дмитрия икона Державная. После пожара я просто взял ее, она стояла в чулане, и я взял ее, потому что не видно было, что это за икона. Но так как доска не изъедена червячком, ни мошками, ничем, я ее взял и, думаю, когда-нибудь где-то напишу икону на ней, и все. Потому что я думал, что икона утеряна. Затем она сама, без человеческого воздействия, вот с такого цвета полностью осветлилась и проявилась. Сейчас продолжают затягиваться ранки на ней. 90-летняя Мария Яковлевна Рабинская и прихожанка храма и просфорница. Страсти роковые давно отшумели над ее головой. Осталось лишь истовое стремление к Господу. По благословению владыки Исидора, ей и такая милость дарована – в алтаре прибирать. Собственно, вся ее жизнь, как свечка, в храме теплится. Господь меня держит, двигаюсь, работаю, работаю. И надо прижмять – полежу, отпустить – побегу. Вот так мы и работаем. А тем, кто помоложе и христианином достойным хочет быть, ездит, почерпнуть из источника знаний. Наша библиотека пополняется за счет покупок и за счет того, что приносят в библиотеку прихожане. В библиотеке сейчас больше 1800 наименований только, то есть около 3000 книг. Субтитры создавал DimaTorzok